В акции Лес Победы принимали участие даже самые юные жители округа. В память о героях Великой Отечественной войны, воспитаннике детского сада Журавушка и дошкольного отделения гимназии номер 16 высадили цветы и кустарники. Тему продолжат мои коллеги. Здесь с любовью посадил я деревца, они напомнят мне деда и отца. Пусть все знают, на планете голубой, где-то там веленезримый бой. Даша Литберг всего 5 лет, но она уже неплохо разбирается в садоводстве. Девочка четко запомнила порядок действий при высадке растений. Сначала берешь леечку, поливаешь землю, потом тазаешь, закапываешь, потом снова поливаешь. Я сегодня посадила розу. Розы, сирени, петуньи, посаженные детскими руками, украсят двор журавушки. Более ста воспитанников детского сада номер 14 приняли участие в акции «Лес Победы». Воспитатели вместе с детьми устроили настоящий праздник с чтением стихов, танцами и другими творческими номерами. Прикотомились очень серьезно, были проведены беседы, Подмой рассмотренный людьми, кто в местном солнце, Стоит нас миром в мире, об этом событии. Сегодня я желаю, чтобы у нас все наши задуманные мечты по посадке и деревьев, и цветочков исполнились, и чтобы, самое главное, они прижились и радовали наших глаз. Поучаствовали в озеленении своего двора и воспитанники дошкольного отделения гимназии номер 16. Три старшие, три подготовительные группы высадили кусты спиреи и смородины. Выкапывать землю, ямку, дерево сажать, закапывать его, поливать и удобрить. Растения нужно сажать аккуратно. Я дерево сегодня саду. День Победы. Весь год ребята занимаются в детской биолаборатории «Мироника». Изучают, как растут растения и как правильно за ними ухаживать. На территории детского сада мы ежегодно что-то высаживаем. Первые годы прохождения акции у нас яблони были высажены, и каштаны мы высаживали. В этом году как раз кустарники решили. Даже наши родители и сотрудники выезжали в Подмосковье с автобусом администрации, и там принимали участие в этой акции. Акция «Лес Победы» впервые прошла в 2013 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Спустя несколько лет ее стали проводить и в других регионах России. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.